Куда я девал историю болезни этого парня, а? И зачем мы ему поставили капельную? Вы сказали. Ага, тогда. Ладно, Наташенька, готовим операционную, будем удалять аппендицит. Хорошо. Доктор, но у меня нет аппендицита. Да? Хорошо. Наташенька, тогда добавим димедрольчик, будем оперировать язву. Поняла? Нет. Но у меня нету язвы. Так это же замечательно. Наташенька, да просто готовим ко мне дробилочку, будем удалять камни из почек. Да. Доктор, но у меня всего одна почечка, и там нету камушков. Ну это просто здорово. А на что вы жалуетесь? А я пришел проведать Сидорову из семнадцатой палаты. Точно. А я сразу подумал, странный пациент. Пришел на собственную операцию с апельсинами. Голубчик, родной мой, ну раз вы уже к нам пришли, а? А может мы все-таки что-то вырежем? Ну не пропадать же наркоз. Тем более он же подействовал. Сидорова это брюнеточка такая. Тогда я пойду сам ее проведаю. А этого держим под наркозом. До утра. Дизель-шоу повертається. С новыми жартами, песнями та номерами. Перший великий концерт у Києві. 26 лютого. 19.00. Палац Україна. Квитки на сайті dieselshow.com та контрамарка UA. Я так і знал. Опять полы не помыла? Ну не стыдно тебе, а? Как ты вообще можешь людей в такую квартиру приводить? Вылезай давай, эй, че ты там лежишь? А ты че сидишь? Давай дуй в аптеку за супрастином. Вон у человека аллергическая реакция на пыль твою, между прочим. Ну как так можно вообще, Вика? Ну, ну, а вдруг на его месте мой начальник окажется? Как я мужикам на работе в глаза смотреть буду? Если бы мне кто-то купил пылесос, я бы убирала. О, кстати, слышь, а ты когда в следующий раз будешь идти, можеш в магазин заскочить, пылесос купить? Да, конечно. 1700 ватт. Как скажете? Хорошо. Слышь, а не холодно тебе там было? Так, ладно. Вот я и говорю, давай постелим эти тёплые полы. Тебе не в напряг будет тёплый пол постелить? Нет, конечно, не в напряг. Слышь, а как тебе наша ванная, а? Ванная у вас просто супер. К ней никаких претензий. Всё очень хорошо. Да? Да. Так, а чё ты сидишь тогда? А, что? Дуй давай в магазин. А, да, да, да. Давай. Слушай, а давай завтра ты приведёшь мужика, и я, как будто неожиданно возвращаюсь с работы, ты его на балкон, значит, вытаскиваешь. Он там стоит, мёрзнет, да. А зимой у нас будет застеклённый балкон. Эх, Викуля, мы по этой схеме тут такой евро-ремонт забабахаем. Только ты там вовремя зайди, а то мало ли чё. Я тебе отдам, мало ли чё. Ну, мало ли чё. Девушка, вы что-то будете заказывать? Молодая, красивая, а хочешь погандаем. Сегодня акция. Могу за бокал мартини сказать всю правду. Ну, почему бы и нет? Ай, что там Гуща говорит? О, счастливчик. Вижу страстную ночь сегодня. Вижу женщину в голубом. И ты её видишь. Я освобождаюсь через 15 минут. Ага. Ой, такая красивая девушка. Сидит одна, скучает. Ну, вообще-то уже не одна. Ну, может, королева красоты всё-таки передумает? Ой, дай руку. Линия денег у тебя совсем коротенькая. Значит, и всё остальное коротенькое. Ну, на свете тебе ничего с королевой красоты. А ты по левой ручке погадай. По левой руке судьба не определяется. А ты погадай. Бентли, Континенталь, Джетти. Ага. Тамара, поехали к тебе. А как же моя женщина в голубом? Дай сюда руку. Ну, у тебя линия секса совсем затёртая. Да, ну, никого не было. Вот и сегодня перетопчешься. Ну, что, поехали? А можем для начала прямо здесь. М-м-м, вижу. Ждёт тебя любовь твоя за дверькой с буквой «М». Спасибо, бармен. Брелок-то реально работает. Здравствуйте. Молодые люди, чего вам? Туры, путешествия, поездки. Сейчас, сейчас. Классный момент. Зачем мы в турагентство пришли? У нас проблема. Клубы закрыты. Ну, это логично. В 12 часов клубы ещё закрыты. Да нет, в 12 клубы уже закрыты. Мы только что с последним автопати приехали. Отставай. А сила нас ещё что? Пойду. Наше агентство тут при чём? Отправьте нас, Игорь, наибицу. Умоляю, умоляю, наибицу. Наибица сначала. А, а потом догончики в Амстердамчике. А, ну, нахуй. У-у-у, на гости. Турак, отправься, отправься. Пряменький, чёрненький, чёрненький. Ну, что вы застыли? Чёрненький, чёрненький. Что вы застыли? Что вы застыли? Что вы застыли? Что вы застыли? Вот так-то лучше. Ой, забыла спросить. На какие фамилии будем тур оформлять? Гущенко? Гущенко. Спокойной ночи. Где Маргариты? Спи уже. Маргарита. Я хочу написать заявление на мою жену. И что она? Самогон гонит или проституцией занимается? Она меня избивает. Ну, давай, пиши, описывай. Да зачем писать, бумагу марать? Ты мужик или кто? Пойди дай ей сдачи. Ага, сдачи. Я её боюсь. Ты соберись. Угу. Выпей для храбрости. Во. Ага, так. Приди и вломи ей по первое число. Ты будь мужиком, понимаешь? Так. Подходишь к ней и вот так вот кулаком прям берёшь. Ты прямо в нос. Во. Только пальчик вот так оттого сломаешь. Ага. Ага. Давай. Понял. Покажи. Сейчас иди. Баба должна место знать. А я ещё раз. Ох ты. Спасибо вам. Садись давай. Спасибо. Ты тоже хорош. Сдачи дай. Сейчас пойдём как соучастники. Да ну типун тебе на язык. Ну давай рассказывай, как всё было. А чё рассказывать? Захожу я домой. Выпил. Ну как вы советовали. Ну только сразу сдачи давать. Побоялся. Подождал пока она уснёт. Ну. Уснула. Она значит я подушечку беру и ей на лицо положил. Задушить хотел? Нет. И я просто её лица боюсь. Даже когда она спит. Ну потом что. Ну вот я положил и давай ей сдачи давать за все восемь лет супружеской. А она сопротивляться значит начала. Так я подушечку покрепче и прижал. И она перестала сопротивляться. Всё. Ты душить то есть её не собирался? Да нет конечно. Я бы боялся. Ну а дальше? Дальше что было? А дальше? А дальше тёща в комнату залетает. Ну там чисто самооборона. Чисто. А топор у тебя как оказался? Ну как? Я же у тёщи его отобрал. А нас с ним постоянно ходят. В общем светит тебе пять лет. Всего? Сколько дают за покушение на двойное убийство. Как? По-по-по-по-по-покушение. Они что живы? Да живы они, живы. Радуйся. Вон они на свиданку уже к тебе записались. Обе. Я требую пожизненного заключения. Без права на свидание Я умоляю вас, что угодно, что угодно Только не выпускайте меня отсюда, к ним Может, поможем? Ну что, поможем? Что ж, мы нелюди, что ли? Ой, пожалуйста, пожалуйста Есть у меня тут глухарь один Лет на пятнадцать потянет А потом? А потом что, придумаем На троих Ну что, почините Здравствуйте Здравствуйте Помните меня? Скворцов Да, 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 отлично помню вас Я у вас от склероза лечился И вы нас помните? Уже да Ну прекрасно, проходите Присаживайтесь Что вы как неродной-то, а? Я спешу, мне домой еще Да ладно, что у вас там дома? Утюг, что ли, забыли выключить? Ну рассказывайте Как ваше состояние Как себя чувствуете? Отлично Знаете, склероз полностью прошел Да? Помню даже День рождения Тещи Ну, эту дату можно было бы и забыть А помните нашу первую встречу? Помните, как вы по триста раз переспрашивали одно и то же? Помните, как вы забывали, выпили вы таблетку или не выпили? Было дело А как скандалили тут у нас? Я уже за все расплатился, это беспредел, позовете начальство Ой, простите меня, пожалуйста Ну болезнь есть болезнь Но, чтобы такого больше не было Я сейчас все вот в этот блокнотик записываю А нашу встречу тоже будете записывать? Или так запомните? Нет, конечно Ну, запомню А давайте я на завтрашней страничке напишу новые упражнения А, ну, в принципе, да Ой, доктор Короче, вот это вам О, ну не стоило Мой любимый Леодор Да, да, помню Спасибо вам, что меня вылечили А, да вам спасибо Вам спасибо Все, я побегу А то у меня сегодня еще в банк, в ЖЭК А завтра... А завтра будет завтра И то верно Давайте и к нам больше не попадайте Не дай бог Всего доброго Счастливо Всего хорошего Всего хорошего Хорошая все-таки болезнь Склероз Да Никогда до конца не лечится О, кстати А что ты ему там на завтра написала? Сто долларов А, вот хорошо А то мы на одном коньяке С шоколадками Долго зарабатывать будем Точно Здравствуйте Здравствуйте Помните меня? Скворцу Да Матрарин Ну что, Славек Сегодня вроде как премию дают Так а толку? У меня все равно пять отчетов не сдано Тебе, по крайней мере, не надо писать отчет Почему вовремя не сдан отчет? Ну что, шалопаи Шалопаи Смешное слово Придурки Так понятней Кто премию хочет? Яна Викторовна, почему сразу придурки, а? Ой, значит, ты и не хочешь, да? Ты тоже? Хочу И можете назвать меня как угодно Значит, ты придурок и получишь премию Яна Викторовна Я тоже достоин премии Ой А что же у нас тогда получается? Одна премия и два придурка Что ж делаешь, что ж делаешь? Ой, я придумала Кто из вас докажет, что он больше придурок, тот и получит премию Премия моя Да сейчас Я вчера весь день писал отчет И только вечером заметил, что клавиатура не на том языке стоит Зачем нам вообще писать отчеты, если я удалил всю клиентскую базу? А я поставил пароль на всю бухгалтерию И забыл его Бэм И Яна Викторовна, кстати, об этом не знала Пока я, как придурок, не рассказал об этом А я У нас, получается, есть лидер Подождите, сейчас не спешите Я сейчас вам докажу, что я больше придурок, чем он Это, конечно, будет сложно сделать Или это ты нашу тендерную документацию засунул в измельчитель бумаг? Нет Это сделал не я Может быть, это сделал ты? Яна Викторовна, это очень круто, но это был не я Странно Ладно, тогда пойду искать того самого придурка Хотя я была уверена, что они все здесь Так, а премия? Какая нахрен премия? У вас столько косяков по работе У вас не премия ждет, а выговор и штраф Как будто те? По-любому она не найдет этого придурка А премию заберет себе Все придурки здесь На троих Дорогая, я дома Так кто такой? Я муж на час Ой, я тебя прошу, на час Максимум до 10 минут Так заткнись Значит, твой муж навсегда ушел на работу А ты себя мужа на час вызвала? Ты что, вообще без мужика жить не можешь? Саш Что Саша? Ты он ни хрена себе кушать готовить не умеешь? Я же не вызываю проститутку Мужик, извини, я думал у нее нет мужа Вот она меня и вызвала кран глянуть Глянул? Глянул Не течет? Уже нет Хорошо А здесь ты как оказался? Она сказала, кровать скрипит, надо глянуть Ага, а сейчас что? Не скрипит? Не скрипит, глянули раза два Полтора Молодцы То есть, кровать вы два раза глянули А стиралку у вас ума глянуть не хватило, да? А как? Ну хватило Мы стиралку глянули Кухонный стол Кресло Старое Шкал Антресоль А люстру? Нет, он, конечно, мастер, но не такого уровня Ага, мастер, мастер, мастер О! Слушай, мастер Поглянь мой кондиционер Че-то он у меня вообще не холодит Ну я мог бы, конечно Посмотри Сашенька, может, не надо? Да не волнуйся, мы просто его будем чинить Да? Да, и давай, глянь А, ну я посмотрю Я не могу понять У меня что-то в сифоне там Может быть, фреон Надо посмотреть А ну глянь А я подержу, давай, давай А-а-а! Ярочка, хочешь кондиционер глянуть? Я не разбираюсь. Опа-опа-опа, мы гуляем до утра. Опа-опа, а у нас сегодня девичник. Да знаю я, знаю. Короче, слушай, это невеста, и она сегодня должна попробовать все самое лучшее в последний раз в жизни. Так что давай, малыш, сделай нам каких-нибудь таких два крепчайших улядных коктейля. А может вам хватит уже? Ты чего? У нас же сегодня крутой девичник. Вика, что ты стоишь такая недовольная? Смотри, сука, мужику. Тебе по-любому сегодня надо с кем-то... Яна. Опа-опа-опа-опа. А-а-а! Фу-фу-фу-фу-фу. Фу. Послушай, у тебя же по-любому есть знакомые стриптизеры. Номера их есть? Нет у меня номеров. Это не ко мне. Чё это? Потому что он мой жених. А? Точно! А я-то думаю, такое лицо знакомое. Может быть, я с ним жила. Оказывается, твой. Ну так пусть он нам что-то покажет. Давай обойдёмся без стриптиза. Зачем мы тогда пришли в это заведение, в котором работает твой жених? Потому что у неё здесь хорошая скидка. Тоже верно. Так может быть. Так, втроём? Яна! Вдвоём? Он сейчас уедет на мальчишник, и мы сможем повеселиться. Я не могу. Меня сегодня на этот мальчишник заказали. В торт. В смысле в торт? Нет, не слышно. Яна! А здесь две кисточки. Всё, дочитал. Отдаёт, отдаёт. Я думал, ты читать не умеешь, только писать. Шутник. Чё надо? Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Ограбление, алименты. Я писательница. Кристина Агата, очень приятно. Женщина, никакие книги мы покупать не будем. Я не поэтом. Так это вы, детективы, пишете? Да. Да что, я читал, всё читал. Правда? Мент под мента, мент под прикрытием, прикрытие не сработало. Вам понравилось? Да, очень, очень. Я очень рада. Мальчики, у меня к вам одна просьба. У вас такой богатый милицейский опыт. Может быть, вы мне расскажете несколько историй из своей работы, ну, для моих новых книг. Ладно. В общем, возвращаюсь как-то домой со смены. Ага. Денег полные карманы. О, про деньги не пишите. Ага, хорошо. И на меня, значит, пятеро огромных хулиганов с пистолетами, кастетами, ножами. А у меня из оружия, о, только свисток. Боже, ужас. И, и. Ну, я, ну, короче, как свистну. И ОМОН услышал, и приехал, помог. Хорошо, да. Ему хоть ОМОН помог? Нет, а вообще помочь некому было. Короче, были на задержании. Значит, главарь бандитов хватает пистолет, и меня вот так вот в голове приставляет. Говорит, сейчас, мол, замочу тебя. А у меня даже свистка нет. О-о-о. И тут я ему говорю, да, стреляй, на моё место придут другие. И что, и что, выстрелил? Да. Вот прям в голову, бац, и всё. Ага. Хорошо, что мозги не зацепило. Хорошо, что мозги не... Это всё у меня на глазах произошло. На глазах. Ну, представляете, напарник умирает. Да, вот с такой дыркой в башке лежу. А у меня выбор, понимаете? Да. То ли бандита обезвредить. Так. То ли напарника спасить. Так. И тут я вспоминаю про наш долг. Долг. И я говорю, брат, не умирай, ты же мне денег должен. Ну, это манёвр такой отвлекающий. Ага. А сам-то за свистком лезу. Ага. Хитрость такая. Ну, спасибо большое. О, чё. А, кстати, ваши друзья из соседнего отдела, мне тоже две истории рассказали. Слушай, раздавайте, ну. А первая история такая, что один мент брал взятки, продал табельное оружие, и его понизили в звании. А второй изменял женой прокурора. Так прокурор ему дубинку... Это неправда. Это никто читать не будет. Это вообще никому не интересно. Да. Ну, это уже читателям решать, верить или не верить. Ну, всё. Большое вам спасибо за внимание. До свидания, женщина. До свидания. До свидания. Читайте мои новые книги. Читайте. Слушай, а если она реально про нас напишет, так это чё, весь тираж выкупать? А? Женщина! Подождите. У меня есть ещё очень интересная история про одну писательницу, которая слишком много знала. Чё там у нас в салоне? Ну, давай, послышу. Опять шумя. Ой, по-моему, успокоить пассажиров, это вообще расплюнуть. У меня один раз седыми выходили с самолёта. Да? А чё ты сделал? Я объявил по громкой связи пристегнуть ремни и пробежал в хвост с парашютом на спине. Видел бы ты и глаза. Не, я резких движений не люблю. Есть пистолет? Вика, может быть... Да. Я спрашиваю, где пистолет? В сейфе, как обычно. Вика. Вика, пожалуйста. Я сейчас. А ну, быстро все сели! И чтоб тихо мне здесь было! У нас стюардесса никакой фантазии. Ну, правда. Ну, возьми ты кетчуп, облейся. Возьми топор, да? Выведи. Здрасте. А вы секс-туризмом занимаетесь? Я это... Стой! Не сюда! Вы заходите, заходите. Мы поговорим. Здравствуйте. Садись давай. Извините. Хороший. Сынок мой, 18 лет у пацана. Для рождения я хочу подарок. Секс-тур по местам, так сказать, боевой славы его бате. Понимаю. Хочу, чтоб мужиком стал, понимаете? А то растет доником. Физиком. Не спорься отцом, ладно? Хорошо. А куда именно он хочет? Значит так. Для начала он хочет пивной тур по Мюнхену. Море пива, сосиски какие хочешь. Орешки, фисташки. Я тебе говорю, вот эти крылышки в медовом соусе. А барышки вот эти, которые пиво разносит, грудастые. Такие, как у нее, представляешь? Руки у нее заняты, а ты ее жмак, 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 жмак. Я поняла вас. А потом куда он хочет? Потом, значит, он хочет в Голландию. Накуриться в какашку. Ну, в смысле, в кафешках. Потом выйти на променад, на вольсу красных фонарей. Выбрать себе двух пышно-грудных таких брюнеток. Потом еще найти одну блондиночку, к ним присоединить. Завалиться с ними в кровать и... Ну, я так поняла, оформляем Голландию? Да! Нет! Что значит нет? А-а-а, понял тебя, понял. Блондинок и брюнеток мы-то можем и здесь найти. А ты хочешь что-то оригинальное для первого раза, да? Молодца! Значит так, Япония. Найдешь там двух гейш, я тебе говорю, они вот так вот тебе положат, сами все сделают, разденут тебя, вот так вот лягут рядом и так на ушко тебе. Егорушка. Ну, в смысле, Женечка. Для них наши имена все на одно лицо. Все-таки Япония. Япония, да. Нет. И мама будет против такого подарка. Да маме скажем, что ты на даче, я всегда так делаю. Ну, в смысле, я действительно на даче. Ну, а в этот раз мы над мамой подшукиваем. Давайте. Нет, Женечка, скажи, пожалуйста, ты не хочешь вообще ехать или не хочешь ехать туда, куда хочет папа? Я не хочу туда, куда хочет папа. Ты... Ну, хорошо, скажи, куда ты хочешь сам? Я... Я хочу на конференцию по ядерной физике. Я уже билеты купил. Я поехал, извините. Сидеть. Я так поняла, что уже никто никуда не едет. Почему это никто не едет? Оформляйте. Вот это все, что я перечислил, сам поеду. Мы все-таки столько времени вашего заняли. Ну, да. А ты маме скажешь, что я на даче. Понял? Додик. Изи. Додик. Изи. Оформляйте, оформляйте. Оформляйте. На троих. На троих. На троих. Сокремель. Продолжение следует...